Добрый день, уважаемые коллеги! Мы продолжаем. Мы разобрали возможности замены лекции, проведения занятий аналогичным практическим занятиям в аудитории, а теперь поговорим о технологиях организации обратной связи и оценивания студентов. Как и в традиционном обучении, в онлайн студент утверждается в обратной связи по выполненным заданиям. Эта часть обучения становится для преподавателя самой трудоемкой. Посмотрим, что можно предложить для облегчения нашего труда. Ну, во-первых, это, естественно, автоматическая проверка тестами. Как я уже говорила, классика онлайн-обучения. Применяем ее смело и широко, но помним об ограниченности методики. Тесты проверяют в основном запоминание и понимание. Проверка на основе матрицы оценивания в инструментах задания LMS Moodle и семинар LMS Moodle. Проверка на основе матрицы задания в разы ускоряет работу преподавателя, избавляет его от написания комментариев, при этом обеспечивает студента вполне емким комментарием. Для этого используется в задании настройка передовое оценивание рубрика. Еще одна интересная возможность облегчить труд преподавателя – подключение оценщиков. Вы вполне можете делегировать студентам поочередно функцию «Оценивать работу друг друга». Такая функция присутствует в инструменте задания LMS Moodle. Здесь вы можете подключить оценщиков на каждое конкретное задание. Для этого обсудите с оценщиков, что вы ждете от работы. Расскажите ему про типовые ошибки данного задания, и он проверит работу, следуя вашим рекомендациям. К следующим заданиям вы подключите других оценщиков. И, конечно, надо поощрять ребят за их деятельность. Мы обязательно запишем отдельные ролики, посвященные подключению оценщиков и проверке работ на основе матрицы оценивания. Безусловно, итоговые работы или задания высшего уровня потребуют вашей экспертной оценки. Предлагаю воспользоваться режимом скринкаста. Скринкаст – это видеозахват экрана. Мы уже показывали такие ролики в джинк. Студент увидит на экране свою работу и услышит ваш голосовой комментарий.